С утра я в первый раз решила написать планы на день. Вчера я узнала, что планирование не только дисциплинирует и делает нас более эффективными, но и снижает уровень стресса, способствует вдохновению и достижению новых целей. Теперь я всегда буду планировать свой день правильно, а подробнее об этом я расскажу вам в следующем тематическом видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 После небольшого отдыха я перешла к повторению слов по испанскому языку. А затем я решила устроить себе небольшой диктант. Я проверяла слова только из первого столбика, потому что в них я больше всего не уверена. Итак, сейчас мне осталось доснять видео, домонтировать его, также сделать обложку, но этим я занималась обычно где-то 7-8, а также заниматься английским, сейчас я просеклю выполнение этого задания. Сегодня я очень хорошо позанялась английским, закончила весь четвертый урок. Больше всего мне понравилась именно эта часть, let us talk, потому что тут я реально смогла выговориться. Я ответила легко на все эти вопросы и справилась с этим 24-м заданием буквально за 15 минут. Честно говоря, этот учебник, students book, 5 класс Афанасьева Верещагина, он мне просто безумно нравится. Тут есть куча текстов, диалогов, можно поговорить. Просто это реально безумно классный учебник. Тут и в одном уроке грамматика, и новые слова объясняются на английском, что, несомненно, плюс. И да, это никакая не реклама, а просто моя личная рекомендация заниматься именно по такому учебнику, где в каждом уроке практикуются все аспекты английского языка. Так как у меня еще немного оставалось времени для занятий, я решила уделить его испанскому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я хочу вам показать мою тетрадь по-испанскому. Она самая обычная, в ней 48 листов. В этой тетради я все время пишу этой ручкой. Отлично. Это первая часть первого урока. Вот такое вот у меня незамысловатое оформление. Кстати, правило я пишу обычной черной шариковой ручкой и выделяю фломастерами из моего набора. Вот, в принципе, в оформлении у меня особо ничего так резко не меняется. Далее тут идет таблица месяцы. Последнее заключительное упражнение первой части. И наступает вторая часть того же самого первого урока. Вот. Пишу я, как вы видите, достаточно аккуратно. Стараюсь, по крайней мере. И далее идет третья часть. Все того же первого урока. Вот так. Затем идет таблица профессий. И все. На этом заканчивается третья часть. Скоро я буду начинать четвертую. Пожалуйста, проголосуйте сейчас сверху в вопросе. Хотите ли вы видео от меня об изучении языков? Ну все, ребята. Это был весь мой продуктивный день. Надеюсь, это видео смотивировало вас на учебу. Всех люблю. Всем пока.